Рубик называется «Как я должен поступать». Давайте сразу откроем первый отрывок. Это Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 29 стихи. Видно вообще, да, Терзон? Нет. Может, ну вы сами решите, да, кто здесь всем управляет. Надо, если не надо. И вот встал один законник и стал испытывать Иисуса, говоря, «Учитель, как я должен поступать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» Иисус ответил ему, «Что написано в законе? Что читаешь ты там?» И ответил тот, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей, и всем разумом твоим, и ближнего своего возлюби, как самого себя». И Иисус сказал ему, «Ты ответил верно, поступай так, и обретешь вечную жизнь». Но законник, желая оправдаться, спросил Иисуса, «А кто мой ближний?» Мне очень нравится этот отрывок, я вообще очень люблю этот отрывок, и всю эту притчу, которую мы знаем, потом будет. И мне очень нравится то, когда же Иисус развернул разговор здесь. Если вы заметили, человек пришел с вопросом к Иисусу, Иисус задает пару встречных вопросов, и человек, в общем-то, сам полностью отвечает на вопрос, который только что задал. Иисус, все, что Иисусу осталось сказать, ты ответил верно, просто делай то, что ты сам только что сказал. Но вопросы на этом, как вы заметили, не закончились. У меня вопрос. Что вам нравится в этом законнике? Он нашел правильный ответ. Он нашел правильный ответ. Да, точно. То есть, он точно разбирался в сути вопроса. Еще. Он пришел правильно. Он к Иисусу подошел. Точно, точно. То есть, очевидно, он был не безразличен. Мы не знаем в точности его мотивацию, но она точно какая-то у него была. Еще. Все пока, да? Еще. Еще. Да, он такой практик. Что делать? Спросил, в общем-то, сам ответил. Все, пошел. Хорошо. А что вам не нравится в нем? Ну, он сам знал ответы, он просто проверял Христа. Мотивация его не нравится. Да, точно. Он видел и дал ему самому ответить на свой вопрос. Ага, точно. Иисус знал сердца людей. Еще, точно, согласен. Может быть, он искал оправдание своему сердцу? В точности. Тут я бы даже сказал, не может быть, потому что здесь написано. Но законник, желая оправдаться. Собственно, весь диалог у него, собственно, на этой защите был построен. Он сначала хотел Иисуса подловить. Это то, зачем он пришел. Когда подловить не получилось, он начал что? Оправдываться. Вопрос, он похож на человека, который искренне волю Бога хочет найти. Ищет, чтобы ее узнать и исполнить. Не создается такого впечатления, вы согласны? И дальше, как мы знаем, Иисус рассказывает притчу, которая все расставляет по своим местам. Настолько, что даже, в общем-то, все вопросы на этом у законника закончились. Интересно, что эта притча, притча о самаритяне. Возможно, вы помните, хотя нет, я не буду этого говорить, я вас спрошу. Как Иисусу называли? Благой. Благой, да. Вот в Библии прямо есть. А как его плохими, какими словами называли? Сын плотника. А? Сын плотника, да. Еще говорили, разве может возбелить притч, что-нибудь хорошее? Еще что говорили? Почему я сейчас этот вопрос задал? Давайте я помучаю вас немножко. Спасибо. А еще они говорили, помните, разве мы не говорили, что ты самаритянин и одержим бесом? Помните, его обзывали самаритянином? И, собственно, пытались, да, его и одержимость переписать. То есть, может быть, это предположение. Почему Иисус притчу про самаритянина рассказал? Может быть, он, если так, самаритянин говорит и одержимый, давайте про хорошего самаритянина историю сейчас и расскажу, дорогие друзья. Давайте ее прочитаем. Десятая глава от Луки с 30 по 37 стихи. На это Иисус, на это на что? Вот как раз на тот вопрос, если мы на один стих выше поднимемся, законник, желая оправдаться, спросил Иисуса, а кто мой ближний? И вот на это Иисус сказал. Один человек шел из Иерусалима в Иерибон и попал в руки разбойникам, которые сорвали с него одежду, избили и ушли, оставив его полумертвого лежать на земле. Случайно той дорогой проходил один священник. Увидев избитого, он ушел прочь и не остановился, чтобы помочь ему. Пришел на то место также и левит, и, увидев избитого, обошел его, не остановившись, чтобы помочь ему. То есть не выглядит так, что этот избитый лежал где-то там далеко, знаете, в кювете, в кустах. Его обходить надо было, чтобы пройти дальше. Но некий самаритянин, 30 стих, находившийся в пути, проходил мимо и, увидев этого человека, сжарился над ним. Подойдя к нему, он перевязал ему раны, можете пальцы заливать здесь, омывая их оливковым маслом и вином, и, посадив на своего осла, привез его на постоялый двор, позаботился о нем. На следующий день он вынул два динария и дал их хозяину, постоял во двора и сказал, позабудьте об этом человеке, и если истратишь на него денег сверх этого, то отдам тебе, когда вернусь. Кто из этих троих, по-твоему, был ближний тому, кто попался в руки разбойника? Законник ответил, тот, кто сжарился над ним, и сказал ему Иисус, иди и поступай так же. Тут мало что можно в точности сказать, потому что, в принципе, это притча, то есть придуманная поучительная история. Но что мы знаем? Человек направлялся из Иерусалима в Иерихон, и такая дорога реально существовала. То есть это притча по, скажем так, мотивам суровой реальности. Вот немножко я вам расскажу про эту дорогу. Давайте даже фотографии посмотрим. Может быть, имеет смысл свет выключить, чтобы увидеть. Это вот примерно как, собственно, ну, есть и очевидный снимок, сделан не две тысячи лет назад, но мало чего изменились, как говорится, за последние двадцать веков. Вы можете фотографии смотреть, а я вам буду про эту дорогу читать. Дорога из Иерусалима в Иерихон имела дурную славу и была очень опасной. Иерусалим расположен на высоте 601 метра над уровнем моря, а Мертвое море, у которого находится Иерихон, лежит на высоте 496 метров ниже уровня моря. То есть за время вот этого пути, 32 километра длиной дороги, ты еще на один километр спускаешься вниз. То есть такая гористая местность. Дорога извивалась по узким скалистым ущельям и изобиловала неожиданными извилинами, как вы видите, да? Изобиловала неожиданными извилинами, что делала ее раем для разбойников. Через 500 лет после того, как Иисус рассказал эту притчу, Иероним писал, что эту дорогу еще называли кровавой дорогой. Даже в 19 веке нужно было платить в Кошину местным властимущим за безопасный проезд по этой дороге. Еще в начале 30-х годов 20-го столетия, по словам одного туриста, его предупреждали возвращаться домой до заката солнца, если он намеревался идти по этой дороге. Всех фотографий. Спасибо большое. Собственно, да, вот он пуст. Как видите, сейчас это стало в тренде по этой дороге. Но ходят большими группами, да, вы знаете? Как мыслили священник или левит в этой притче? Ваши догадки. Это вопрос, на которого нет правильных ответов. До конца мы не знаем, в принципе, или придумали, и того, и другого. По закону. Как по закону? Ну, лежит, помирает. Еще живой, значит, трогать можно. А? Ну, священники не должны были до мертвого тела. А он еще живой. Вот я как раз вот здесь. Кровь была, нельзя. Так, закон. Еще. Ага. Время на собрание позов. Время на собрание позов. Интересная мысль. Да, еще. А вдруг подарок вернует, станет совсем нечего. Нечистым, а как живя? И опять снова возвращаемся к закону. Может быть, скажем так, а бывало у вас такое, что вы видите какую-то ситуацию, где плохую в жизни кого-то, где, в принципе, вы можете помочь. И знаете, вот этот вот червячок внутри, ну, ну, как вот, мы, вот я бы, конечно, бы помог, но я там опаздываю, я сейчас спешу, и лучше я, знаете, как, просто сейчас пойду дальше, 5-10-15 минут, я, конечно, буду себя чувствовать не очень хорошо, потом все забудется, и как бы жизнь продолжится. У кого там? Только честно. У нас, видите, какое единство здесь. Точно, точно. Вроде как ты знаешь, что можешь помочь, но, знаете, как, замыливаешь это, да, как мы называем. И после священника и левит этой дорогой идет самаритяне. Вот давайте просто по списку, что он делает. Перевязывает раны ограбленному, поливает оливковым маслом и вином, да, это если все это на 21 век переложить, есть регенерирующий мазин, аспальтинол, драполен, что-то еще есть такое, да, на пробах рекламы. Что-то, 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 везет на постоялый двор, дальше здесь написано, да, то есть это сегодня это была бы какая-то гостиница. Заботиться о человеке в гостинице, здесь написано, минуточку, здесь написано, на следующий день он вынул 2 динария, то есть он провел ночь с этим избитым в гостинице. И что такое 2 динария? И только потом он отправился в путь, но перед тем, как отправиться в путь, да, он вытаскивает 2 динария, платит хозяину гостиницы, это примерно 5 тысяч рублей. Все это цифра, опять же. И дальше он говорит, если истратишь сверх этого, отдам, когда вернусь. То есть он был готов платить больше, если потребуется, и он точно собирался вернуться. То есть вот она программа максимум заботы об избитых разбойниками в действии. Вы думали когда-нибудь, как Бог заботится о нас? Это на что больше похоже? Ну, о нас это не то слово. Как Бог заботится о тебе? Вот это больше похоже на программу максимум или на программу минимум? Вот образно, да, прошу только программу минимум, это, как говорится, образно выражаясь, с небес там палочкой потыкал, да, вроде живу, еще не нормально. Это точно не то, как Бог заботится обо мне. Я знаю, вот сколько я живу, есть столько разных ситуаций. Ситуация, которая произошла позавчера. Мы едем на собрание, собственно, как раз координатора группы Венец Славы. Была интересная история. И авария, прямо на дороге. То есть светофор, одна машина, скажем так, остановилась, подходит, другая, как говорится, догнала. И вот стоят коричники, все это оформляют. Я становлюсь рядом с первой машиной, и сзади меня едет парень, который, как потом признался, засмотрелся на аварии. И въезжает уже в меня. И вот они, мы стоим здесь. Я подхожу к коричнику, говорю, друзья, вы можете сразу нас оптом тогда оформить, раз я все равно уже здесь. Знаете, это было удивительно. Парень, который уехал в меня, он живет далеко от Москвы, несколько тысяч километров. У него здесь ни регистрации, ничего. У него нет страховки. Гаишенко мне протокол, конечно, дали и сказали, ну, мы все должны его, в общем-то, дать, но дело гиблое. Это я был впечатлен. Когда я позвонил этому парню вчера, он сказал, извини, я был неправ, сколько стоит ремонт. Я назвал это через 15 лет, и все вышло. И мне раз приходит оповещение, что все, денежки нет. Он пришли. Для меня я понимаю, я рад и благодарен этому парню, потому что приятно иметь дело с честным человеком. Но где-то за всей этой картиной я тоже вижу Бога, который заботится. Вот как ни крути. И так в любой ситуации бывает. Вот всегда. Нет программы минимум у Бога. Шевелиться, значит, все в порядке. У него всегда есть программа максимум. Каждый день, каждую минуту твоей жизни. Потерял текст. Нашел. Вы знаете, когда я молюсь, я думаю о том, как Бог заботится обо мне, у меня вспоминается всегда один отрывок. Подражайте Богу, как дети вас любят. Вот я, если вспоминаю только первую часть отрывка, подражайте Богу, это сложно. Или как, знаете, как будьте святы, как свят Отец ваш небесный другой отрывок. Спасибо, хороший совет. Не знаю, как это, да, как это добиться. Но когда ты чувствуешь себя, собственно, ребенком возлюбленным, ты это чувствуешь, и ты находишься в заботе постоянно, тогда тебе так хочется вот эту заботу передать дальше. Вот это то, что может и должно нас мотивировать творить те самые дела милосердия. Вы согласны? Да. У меня вопрос еще один. Как вы думаете, почему, когда Иисус рассказывал эту притчу, он придумал эту историю, да? Но почему он придумал такие именно действующие лица в ней? Самаритяне? Он бы мог же просто рассказать притчу, да, и левит и законник. Он же мог рассказать просто притчу про двух плохих несознательных евреев, а одного хорошего и сознательного. Вот почему все-таки левит, законник и самаритяне? То есть те, с кем евреи в принципе отчеркаться считали ниже своего достоинства. Что он хотел подчеркнуть? Это вопрос. Дайте помочь вас еще. Чтобы они на себя применили. Да, еще. Спасибо. Ну, что любовь и поступки гораздо важнее веры и сделки. Да, и, наверное, титул. Я не видел. Знаете, как? Медаль купотер. Да, еще версии есть? А у кого-то подчеркнуть, что те, кто должны были сделать, они не сделаны. А те, кто не должен... Вот кого-то вроде, как говорится, цвет нации, да, что ты же прямо ожидаешь. А они нет. А вот тот, от кого ты в принципе ничего хорошего не ждешь, потому что в жизни ему ничего хорошего не делал. А вот он-то как раз и сделал. Да, спасибо. Еще версия. Саша. Избрание не означает, что у тебя сердце хорошее. Да, то есть хороший момент. То, что ты избрал, ты опять же, ты легит, ты закон. Это еще не значит, что действительно с твоим сердцем все хорошо. Титул и сердце, это очевидно не одно и то же. Я вот когда думал об этой всей истории, я думаю, это примерно как в наше время Иисус бы рассказал притчу про двух замечательных учеников Иисуса, и Толик-алкоголик из соседнего подъезда. Где вот в роли вот этого самаритянина был бы тот самый Толик. Как бы ты себя чувствовал, слушая эту притчу? Наверное, что-то бы там трогало. Вы согласны? Как наш самаритянин из притчи мыслил? Он шел по своим делам, по опасной дороге, увидел плохую ситуацию. Человек ранен, избит, написано до полусмерти избит. То есть все плохо там было этого избитого. И он меняет все свои планы. И что он делает? Он берет на себя ответственность за всю эту историю. Когда мы читаем притчу о том, что он сделал, это было так явно видно, что вот этот самаритянин, он не успокоится, пока не будет уверен, что вот с этим избитым парнем все хорошо. Вы согласны? Все это не просто, знаете как? Ну, я сделал что-то. Кто молодец? Я молодец. Он вообще так не умеет. Он говорит, я доведу это до конца. Вот когда все будет хорошо, тогда я пойду дальше. Ему этот избитый вообще кто? Ну, он не видел в жизни никогда. Ближний. О, это хороший момент. Вот здесь мы поставим такую галочку, и потом обязательно к ней вернемся. Точно. Он взял на себя ответственность. Он так легко мог мыслить по принципу «Моя хата с краю, ничего не знаю». Да? Ну, почему-то он решил, несмотря на то, что никто его не заставлял, что его хат не с краю. Интересный момент. Они там были вдвоем. К нему никто не пришел, ему не телефон, никто не позвонил, не сказал, слушай, там, знаешь, вот есть проблема, пожалуйста, реши ее, сделай что-нибудь. Он сжалился, здесь написано. Он отнесся к избитому, как к себе. Да? Вот есть такое слово «сопереживание». Это когда кто-то о чем-то переживает, и ты чувствуешь себя так же, как он чувствует себя в данный момент. То есть он это разделит, хотя вообще не был обязан этого делать. Вы согласны? Интересно, что когда Иисус исцелял людей, Библия говорит, что он тоже сопереживал. Помните, сколько отрывков есть. Иисус сжалился над ним, сказал «хочу очистить». Или там Иисус как за Лазаря прижал, он плакал, хотя знал, что он его воскресить сейчас. Он разделял чувства людей. Он сопереживал. Интересный момент, который я понял даже не о себе, а, наверное, о том, как устроено наше общество. Все, и не только наше, любое общество. Пока я занимался, собственно, только вот самой идеей благотворительности, да, вот скажем так, надо было вникнуть. Как нам, вот как Московской Церкви Христа, как-то сделать какой-то большой шаг вот в этих самых делах милосердия. Моя задача, одна из первых задач, стояла в том, чтобы составить так называемую карту нужд Москвы. То есть вот они мы, 1600 учеников Иисуса Московской Церкви Христа. Где мы больше всего нужны? Где самые большие? Есть нужды, в которых как-то мы можем принять какую-то участие. Вот, собственно, да, вот что есть карта нужд. Я понял, что когда я эту тему изучал, я вдруг понял, что есть столько нужд, о которых бы, если бы я в эту вот тему не занырнул поглубже, я бы никогда не узнал о том, что они такие есть. Пример. Есть какой-нибудь, не знаю, Иван Иванович и Мария Ивановна, которые живут там в какой-нибудь деревне Кеймеровской области, у них тяжело заболел ребенок, вылечить могут. Это очень распространенно, я вам сейчас ситуацию рассказываю. Это, с одной стороны, притча, но я вот этих притч с реальными именами и фамилиями уже могу десятки рассказать. Вот они живут в этой деревне, им тяжело заболел ребенок. Вылечить можно попытаться, только в Москве курс лечения полгода, ребенку три года, очевидно, он едет сюда с мамой, но ребенка кладут в больницу, а маме нет где жить. И она-то полгода в Москве с московскими ценами, они в деревне зарплатят 10 тысяч рублей в месяц, и что им делать? Вот кто вот этой вот Марии Ивановне может помочь? И каким образом? Другая ситуация. Ребенок всю жизнь прожил в детском доме, ну в интернате, как это сейчас называется. Что это значит? Это значит, что он существует в своей микровселенной, где еда, в принципе, появляется сама. То есть ему, он просто знает, что в 8 утра, в 14 часов дня, и в 19.00, есть завтрак, обед, ужин, еще там на полник ему дадут стакан кефира и, соответственно, прямой кусок, и это как-то появляется все само. Ему, у него так же появляется одежда, ему кто-то формирует расписание, его учат, у него спрашивают уроки. В 17 лет, если ему повезло, ему говорят, вот твоя квартира, молодец, поздравляем, ты у нас теперь выпускник, это слава Богу, о нем заботились эти годы, ему квартиру дали. живи, друг. И через несколько дней, он вдруг понимает, что еда на столе перестала появляться, что ее надо приготовить, а чтобы ее приготовить, ее надо купить, а чтобы ее купить, оказывается, надо работать и заработать. А это просто, ну, в его вселенной с рождения до 17 не было этой идеи. Представьте, как он себя чувствует. Третья ситуация. Есть дедушка Павел Иванович, к примеру, да, гипотетически, но опять же, есть десятки и сотни имен и фамилий реальных таких дедушек, которому в 88 лет он лежит в прикованной кровати в доме престарелых и единственное, кто с ним готов общаться, это медсестры. В большинстве случаев, опять же, потому что он-то там у этой медсестры не один, их там таких Павлов Ивановича или десятки, поэтому коротко и по делу. И вот он там лежит всю оставшуюся жизнь и мы понимаем, что, ну, ничего не изменится, то есть он вдруг не встанет и не пойдет. Но кто-то может о нем позаботиться и какую-то частичку теплоты ему передать. Вы знаете, что я понял? Что пока ты живешь не устали еще и не потерялся, да, рассказывай. Вот я понимаю, что когда ты живешь тоже, мы же тоже в своей мини-вселенной живем, как и тот парень из детдома. Вот когда ты живешь в своей мини-вселенной, а ты никогда не узнаешь о том, что эти люди есть. Потому что у тебя есть твой сформировавшийся круг общения. Каждый день в 7 утра ты встаешь, проводишь тихое время, завтракаешь, в 8 утра, выходишь из дома, скорее всего, встречая своего там соседа, соседку, которая тоже выходит в то же время, ты встречаешься с ней каждый день, говоришь, здрасте, здрасте. Стоишь на остановке, там знакомые все лица, потом стоишь, ты едешь в автобусе, когда, к метро, и там тоже знакомые лица, потом ты приходишь к себе там в офис, не знаю, в контору, где ты работаешь, на завод, там тоже все знакомые, и потом по такому же кругу возвращаешься домой, это происходит годами. И у тебя есть твой сформировавшийся, замкнутый круг общения. И если сознательно себя из него не вытолкнешь, ты будешь существовать в своей мини-социальной вселенной, никогда не узнаешь о том, что есть люди, которым ты невероятно нужен. Все это сознательное действие. Вы согласны? Мы ученики Христа. Если мы этого не сделаем, то кто это будет делать? Вы согласны? Иисус бы точно позаботился о каждом из этих людей. Вы согласны? И Он очень хочет это сделать через нас. Меня трогает одна история, которая в нашей беседе о Библии произошла, в нашей домашней церкви. Есть у нас семья, многодетные, у них трое детей. И была у нас в церкви одна сестра, которая, к сожалению, ушла, вышла замуж, у нее родился ребенок. И через какое-то время вот эта ушедшая сестра с мужем натворили таких дел, что сейчас, в общем-то, они находятся в местах не стоять далеких. Когда пара, вот эта многодетная из нашей домашней церкви узнала об этом, вы знаете, в течение недели мы только узнали о том, что есть такая ситуация, когда мы в следующий раз с нашими вот этими ребятами из домашней церкви разговаривали над тем вот ребенком, который вдруг остался один без мамы, была уже официально оформлена опека. И он стал четвертым ребенком в этой семье. Я был впечатлен этими ребятами. Это было настолько быстрое решение. И вы знаете, можно было бы сделать программу минимум, в принципе. Должны они были это делать? Нет. Им кто-то позвонил, сказал, возьми моего ребенка. Это уже вроде нет. Но как они мыслили? Да? Они не исполнили программу минимум. Ну давайте, он будет в интернате, но раз в месяц я буду приезжать. Это уже было бы, в принципе, неплохо. Даже ладно, раз в неделю буду приезжать, еще два раза звонить. И они просто его взяли. Я сейчас смотрю на этого парня. Мы к ним вот домой на встречу в домашней церкви приходим. Постоянно. Это настолько он счастливый в этой семье. И они там такие все очень активные, детишки, и время от времени что-нибудь там не колбасят, натворят, их там наказывают. Этот парень его наказание не пугает. В каком плане? Он всегда готов к любому все, что угодно принять, потому что главное он в семье. Это так явно в нем чувствуется. Здесь виноват? Да, хорошо. Google? Не вопрос. Без телефона сегодня? Легко. Я в семье, меня любят, у меня есть папа. Все это для него заменяет все остальное и мужа ни по чем. Еще один момент. О чем хотел поделиться. Собственно, о благотворительном служении. Во что я верю и что я думаю, что понимание того, каким должно быть благотворительное служение, которое, наверное, у многих из нас сформировалось еще давно, как говорится, в те времена и осталось таким, да, последние 20 лет. О чем я говорю? Наверное, опять же, у меня такой стереотип до недавнего времени точно был. У многих из нас есть такой стереотип, что благотворительность равняется, что кто-то, и мы все очень его знаем, хорошо, и очень ему благодарны за это, организовал замечательный фестиваль для детей-сирот, позвал нас туда, дал нам футболку благотворительного фонда, и мы целый день там служим этим детишкам. И так обычно два раза в год, каждую весну и каждую осень. И это великолепно, и это были замечательные праздники для детей, да, и мы очень благодарны этому тому-то, кому-то, кто это все организовывал. Но вот это понимание, знаете, как я два раза в год в этой футболке поддержал детишек, кто молодец, я молодец, да, я благотворительный. Вот это что должно измениться? Тогда многим из нас было по 20, и сейчас нам на 20 больше. Мы сейчас на 10-15 лет старше того, кто все это организовал, за что мы ему очень благодарны. И мы давно уже выросли. И точно так же, как этот самаритянин, мы можем и верю должны быть способны сами замечать нужды и боль других людей. И наша вера также должна проявляться в заботе об этих людях. Вы согласны? Как те ребята, которые взяли ребенка в опеку, как многие другие ученики, которые взяли детей, усыновили, улучшилили, взяли опеку, и у многих из них были и до этого свои дети. А у кого-то не было. Они все равно взяли, и они все равно позаботились. Еще пример замечательный. У нас есть такой брат замечательный, Володя Ворольев. Тоже в прославление пойдет. Да, уже много-много лет. Вот он рядом с Сережей Кучок. Точно. Он когда-то давно просто сам взял и организовал благотворительный проект. Вот никто ему не приказал, он просто захотел. И у нас сейчас проходят регулярные донорские акции, которые он организовывает. Я вчера, вчера у нас была такая акция, я познакомился с заместителем директора Центра переливания крови московского. Что он мне сказал? В Москве, вот просто нашему городу, ежегодно требуется 80 тысяч литров человеческой крови. 80 тонн. Это система. Для того, чтобы столько крови собрать, нужно примерно 500 тысяч доноров ежегодно. Вот чтобы столько крови собрать, потому что кто-то отсеется и так далее. Кто это может быть? Вот Володя почему-то решил, вот просто решил, что это он. Вчера у нас была целая группа студентов, которые пришли, сдавали кровь. И что удивительно, с ними была куча их друзей, которых на собрании я не видел. Вот не дошли они пока до собрания. А до Центра переливания крови они дошли. Это понятный язык общения с мирскими людьми. Потому что слово Иисус многим непонятно, к сожалению. Просто это не их язык, они в него не верят. Вот не верят они в Бога, и вот что ты тут сделаешь. Пока ничего, молиться можешь за них. Но слово добро им всем понятно. Слово благотворительность им всем понятно. Это тогда тот язык, на котором мы тоже можем общаться с этим миром. Вы согласны? Есть еще один брат, замечательный, вот здесь тоже много фотографий, будет, может быть, иметь смысл рассвет выключить. Володя Логин. Он много лет, примерно 10 лет назад, опять же, сам решил, никто им не сказал, решил, что они будут ездить в интернат. Это, простите, Владимирская область, Судорготский район, деревня Лухтонова. Это примерно от нас, юго-западных, 4 часа, наверное, если от вас, если вы живете в первом Новогерее, наверное, около 3. Вы ближе, друзья. Давайте я просто зачитаю план того, что у них там происходит. Да, ближе я имел в виду, это не упрек, это возможность. Просто план праздника для детишек, которые Володя там устраивает. Что там есть? Салон красоты, аквагрим, блеск тату, я не знаю, что такое он звучит, это же впечатляюще. Караоке, да, это мы знаем, подарки обязательно, выпускникам там дарят смартфоны, но опять же, просто ученики собирают деньги, и вот, когда ты выпускаешь, у тебя хоть телефон был там. Дальше. Поздравления менинников и выпускников, летние олимпийские игры, призовой магазин, там есть специальные, ну, отпечатанные Володе же денежки такие, и вот они на эти деньги, сначала, у стишки эти деньги, там, в разных конкурсах зарабатывают, потом там что-то покупают в этом внутреннем магазине. У них есть обязательно пикники с шашлыком, к ним приезжала выставка Центра живой истории Китишград, были у них русские воины 13-14 века, конкурс костюмов по теме космос, русские костюмы 41-45, русские воины, простите, 41-45 годов, Вторая мировая война, у них был конкурс такой баттл танцы, кафе-шоколадница, дискотека, музыкальные конкурсы, фаер-шоу Волчий глаз, тоже, впечатляющий, запуск светящихся, вот это меня так вдохновило, очень романтично, запуск светящихся гельевых шаров желаний. Вот представьте себе ребенка, который живет в Владимирской области, Судогодский район, деревня Лухтона, вот это такая мини-вселенная, то есть ты даже если оттуда бежишь, там везде деревня и лес вокруг нее, все, там некуда бежать, ты живешь в своей вот этой вселенной, интернете деревни, и вдруг у тебя там есть вот этот праздник, это впечатление на полу жизни потом. Представьте, да, просто как себя чувствует этот ребенок и сколько он будет помнить, что оказывается кому-то он нужен, для кого-то он ценит. Это не разовая акция, это процесс, который последние там больше 10 лет, из года в год, примерно 5 раз в году у них происходит. И опять же, никто ему не чудал, он просто решил, что, слушайте, там есть интернат, я сам из Владимирской области, вот я просто возьму и позабочусь. Давайте выведемся к отрыву. Древанки, 10 глава, не устали еще? 36-37 стихи. Вот Иисус рассказал эту притчу. И после нее он задает вопрос, кто из этих троих, по-твоему, был ближний тому, кто попался в руки к разбойнику? Законник сказал, тот, кто сжалился на них. Заметьте, Иисус смело говорит, слово самаритянин, когда эту притчу рассказано, законник, его ни разу не произносит. И сказал им Иисус, иди и поступай так же. Вы заметили, что как только Иисус рассказал эту притчу, все вопросы у законника закончились. То есть, когда ты споришь о законе, а как надо, можно, знаете, там отрывки друг в друга, бросаться много, но когда вопрос касается сердца, как-то все само, в большинстве случаев, становится очень понятно. И разногласия так часто заканчиваются. Даже здесь, в этой истории, в которой самаритянина поставили законнику в пример. Самаритянин сам решил, что избитый разбойник или ты его ближний. Ему никто об этом не сказал. До конца мы сами решаем, кто наш ближний. Бывают у вас периоды в жизни, да, такие, когда твой ближний это ты сам и все. очень узкий круг. Бывает у вас такое? У кого бывает? Семелюбие называется, да? А бывает такое, что ты решил, что твой круг это я, моя жена и мои дети. И вот, собственно, здесь он захочется. У кого так бывает? А другие как-то, ну, что-то как-то не, не готовы. Тоже бывает, да? И этот круг может, то есть, по большому счету, размер круга твоих ближних зависит от размера твоего сердца. Ты решаешь, ты определяешь, кто твой ближний. Для самаритянина это было так понятно. Вот эта битва почему-то раз и стала его ближним, за которого он взял ответственность. Поэтому еще один момент. Представьте, насколько это великолепная возможность для нас светить. Вот Иисус говорит, да, что мы сияли, что мы светили по сосуду, который светит всем в доме. Как я уже говорил, для многих людей, неверующих, любые разговоры Христе непонятны, потому что это не их язык, они в это не верят. Но через вот то добро, которое мы делаем, мы можем привлекать и тех, кому мы служим, и тех, кого мы приглашаем служить вместе с собой. Потому что добро, язык добра, это архипонятный язык. И это сейчас даже в тренде. Год волонтера у нас идет. И слава Богу, что у нас этот год есть, потому что так или иначе, какая-то реклама, как что-то в сознании людей уже такое все больше и больше появляется. Такая социальная сознательность. А у нас духовная социальная сознательность. Тогда мы можем как-то на этом языке разговаривать с людьми и приводить их к Богу через то, что мы вместе с ними служим тем, кто в этом нуждается. Вы согласны? Еще одна вещь. Вы заметили, что чем больше ты вот так вот светишь и служишь, чем счастливее ты сам. Больше счастья в том, чтобы отдавать, чем в том, чтобы брать. Это Бог так нас устроил. Я точно знаю самые несчастливые периоды в моей жизни. Это когда мой круг, мои ближние состоит из Жени Комракова. Вот это когда я несчастлив. Потому что мне всего не хватает, мне того надо, того надо. Сразу я начинаю вдруг вспоминать, что у меня, где заболело. Меня все начинают раздражать. Почему? Потому что я так на себе сфокусирован. Но когда ты начинаешь служить, почему-то ты начинаешь всех любить. И свои проблемы болячие, они как-то просто перестают тебя так сильно беспокоить. Потому что ты думаешь о другом в этот момент. Вы согласны? Я хочу закончить отрывком. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 36 стих. Очень простой. Очень короткий. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Точка. Ключевой момент нашей сегодняшней проповеди в том, что благотворительность, дела милосердия, это не разовые акции. Это подражание Христу и образ мышления и жизни. это о том, что в твоей домашней церкви может быть ваш личный благотворительный проект. Вы думали об этом? В твоей семье может быть ваш личный благотворительный проект. Если просто вы из своей мини-вселенной, в которой мы все вернемся, выйдете, почему мы хотели, почему мы будем это делать? Потому что Иисус поступал. И потому что Он в точности ожидает, что мы так поступаем, а мы его ученики. Дорогие друзья, это все, о чем хотелось поделиться. Спасибо вам за то, что это наслаждение.